Это глюкозодозатор. Так своего робота назвал юный техник Кирилл Финагин. За правильные ответы робот выдает леденец. На разработку ушло около двух недель. В маленьких количествах глюкоза полезна для ума. И поэтому за правильные ответы дается конфета. Это должно простимулировать детей, всех людей к учебе. Такая необычная идея пришла мальчику на занятиях в робоклубе. Здесь его и еще более полусотни ребят учат писать программы и собирать умную технику. В этом году роболаборатория выиграла областной конкурс и стала центром молодежного и инновационного творчества. Теперь здесь есть современное и высокотехнологичное оборудование, на котором ребята смогут изучать азы прототипирования и программирования, а также моделировать и печатать 3D-изделия. До этого мы занимались от 5 лет до 12-13. А сейчас с приобретением более сложного оборудования мы можем занять детей до 17, то есть до властных школьных школ и также студентов. Выиграть областной конкурс и получить субсидии от Министерства инвестиций и инноваций удалось при поддержке администрации городского округа. Побороться было за что. Размер субсидий доходил до 7 миллионов рублей. Мы совместно с предпринимателями подготовили заявку при нашем содействии. Есть еще дошкольные образовательные учреждения, которые тоже на своей основе хотят и готовы развивать и участвовать в такого рода конкурсах. Но просто заявка этого признана сильнейшей по результатам конкурса. Бином Ньютона – это второй из шести центров региона, которые в этом году открыли под программой губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.